Как и всех талантливых детей, Гошу ставят на стул выступать перед взрослыми. Только мальчик не стихи рассказывает и не частушки поет. Делает серьезный доклад о серебряном карасе. Сколько чешуек и плавников на его теле, сколько икринок во время нереста. Самочка спаривается с самцом серебряного караса и получаются и самочки, и самцы. Все способы размножения серебряного караса у Гоши под контролем. Терминами оперируют, не задумываясь. Старшеклассники и студенты заслушиваются. Я слышала о нем еще в прошлом году, нам рассказывал преподаватель нашей кафедры. Ну, как бы, не восприняла это. У меня сын тоже в детстве увлекался динозаврами. Я думала, это все проходяще. Но когда мы стали общаться, конечно, такого ребенка надо развивать. Гоша занимается в кружке ихтеологов и мечтает стать ученым. Любовь к рыбам пришла в раннем детстве. Тянулся к книгам, родители давали листать, вырвать то, что не жалко. Так попался журнал о рыбалке и понеслось. Следующими после мама и папа словами были капля, щука, окунь. В два годика это наступило мое занятие было спать с тушеной таранью в кроватке. То есть не оторвешь ни за что. Теперь мальчик собирает коллекцию акул. На каждый новый экземпляр копит деньги. И интересом к водному миру может заразить любого в два счета. Это очень древнее существо. Это первое позвоночное, которое появилось на нашей планете. Оно эволюционировалось и вышло на суши. И получились разные животные. В том числе и мы с вами. Мальчик безумно гордится домашней, редчайшей энциклопедией о рыбах Азовского моря и ближайших рек. По ней и познает этот неповторимый мир. В мечтах открыть новое морское существо. Уже и название придумал. Рагнарог. Так что если лет через 20 услышите о таком, знайте. Его открыл ростовчанин Гоша Мамунов. Катерина Бондаренко, Мария Ференкова. На Дону. Катерина Бондаренко, Мария Ференкова.